Итак, 5 июля в 1943 году началась Великая Переломная Курская битва. Что это была за битва? Какая это была битва? Оборонительная или наступательная? Почему фашисты проиграли, а мы выиграли? Давайте поговорим об этом с нашими экспертами. В студии наш старый друг, историк, член ученого совета Музея Победы, доцент кафедры истории Московского педагогического государства Университета Юрий Александрович Никифоров. Здравствуйте, Юрий Александрович. Здравствуйте. Рад вас видеть. Тем более в такие замечательные дни. Это на самом деле... Мы все время говорим о том, что переломные битвы были в Сталинградской. Все-таки, мне кажется, Курская это был тот эпицентр, после которого победа была уже не то что не за горами, а уже была очевидна. Ну, само понятие коренного перелома, оно, с одной стороны, достаточно условно, поскольку, ну, все-таки трудно сказать, какое событие здесь ключевое. Одно. Вот можно ли выделить одно? Поэтому некоторые историки, они вообще начинают с контрнаступления под Москвой говорить, вот, коренной-то начался, начался. Да-да-да. Да, то есть, ну, традиционно мы всегда говорим, что вот Сталинградская и Курская битвы, это и есть событие коренного перелома, определившее исход войны в пользу Советского Союза и в целом в пользу антигитлеровской коалиции. Именно здесь исход этих сражений или битв, как у нас принято говорить, предопределил судьбу Второй мировой войны. Мы, безусловно, сегодня постараемся раскрыть все тайны этой Курской битвы и, естественно, рассказать о психологическом порядке вещей. Скажите мне, ну, знаете, бывают такие психологические, ментальные ловушки, когда человек, например, попался в нее, ему после этого хочется наказать своего врага точно так же. Это, я говорю, про Сталинградскую битву. Безусловно, для Гитлера это была большая человеческая трагедия, и он хотел, безусловно, повторить то же самое только с нашими войсками. Мне кажется, что вот эта история Курской битвы, что он хотел захватить в котел нашу, как говорят, передовую армию, в этом тоже есть какое-то такое зеркальное отражение. Ну, не знаю, мне кажется, что это просто часть немецкой вообще стратегии, да, и дальше планирование наступательных операций, как и наших. Это всегда стремление не просто прорвать фронт, а дальше окружить, взять в котел ту или иную группировку противостоящих войск противника. Поэтому сам по себе план операции на окружение... То есть ничего такого особенного не было? Особенного нет, да. Это просто некая технология ведения наступления во время Второй мировой войны, во время существования массовых армий, миллионных армий, тысяч танков и так далее. Хорошо, тогда перейдем дальше. Юрий Александрович, еще раз убеждаясь, ну, скажем так, в удивительной прозорливости Сталина в каких-то вещах, я вдруг поймался на мысли, что были две ставки, Гитлер и Сталин, были генералы. И если в ставке Гитлера тот пошел против генералов и настоял на своем мнении, что мы будем атаковать советские позиции, то в ставке Сталина все произошло наоборот. Именно генералы, маршалы доказали, что надо находиться в Вороне, и именно это решение принял Сталин. Хотя он хотел тоже атаковать. Очень сложно так вот легко ответить по этому поводу. Ну, я понимаю, какие были шарахани там и там. Я считаю, что Гитлер был абсолютно прав, что согласился, и у него была идея, что надо наступать хотя бы на одном участке фронта, потому что это уже все ва-банк. А если не наступать, то что делать? Ждать, когда русские, имея превосходящие уже силы на фронте, сами выберут время, место наступления и вдарят там, где они захотят. Мы потом видели в 1944 году, как это происходило, когда советское командование, выбирая место и время направления ударов, они громили немецкие войска и гнали их вплоть до Берлина, как кончилось. Так чтобы этого избежать, какова, так сказать, альтернатива? И для Гитлера альтернативой было только попытаться наступать, ну и в том числе политической, потому что его союзники там по его фашистской коалиции, они уже тоже после Сталинграда задумались и поняли, что пора, так сказать, искать выход из щекотливой ситуации, потому что потом придут и спросят, с кем ты воевал. Извините, да. Но они не мастера культуры, мастера чего-то другого были. А для советского командования, вот здесь интересно все-таки, у нас принято традиционно считать, да, вот молодцы, они наконец-то догадались, что надо построить такую эшелонированную оборону под Курском. Но это не... на самом деле наши командующие, мало кто об этом вообще читывается в их мемуары, они так до конца и не были уверены, потому что у этого варианта были и плюсы, и минусы, понимаете? И минусы были связаны, вот у Рукасовского это сформулировано, например, очень хорошо, они были связаны с тем, что идея сначала встретить немецкие войска, а потом перейти в контрнаступление, она же означала, что контрнаступление будет против этих же самых ударных кулаков, которые мы вроде бы обескровили, но тем не менее проще-то выбрать место для наступления где-то там, где у немцев вообще нет танковых, допустим, моторизованных войск, где расставлены пехотные дивизии, и потом вот когда началось во время Курской битвы одновременно, да, началось наше наступление южнее на реке Меус, на Меус-фронте, там вообще было у немцев очень мало войск, способных, так сказать, отразить это советское наступление. И им спешно пришлось перебрасывать как раз вот с Южного, у Манштейна забирать эти танковые его корпуса и отправлять их там для ликвидации прорывов на Донбассе и на Меусе, потому что вариант-то какой? Там бы фронт обвалился и все. А переходя в наступление под Орлом и Белгородом, приходилось бить по этим же пусть понесшим потери, но они же компактные, они же стоят в кулаке этим же группировкам. Но тем не менее, ну вот я говорю, традиционно считается, что идея перехода в оборону, нет, перехода к обороне, несмотря на наш общий перевес в численности войск, она себя оправдала, да, она себя оправдала. Но тут сослагательное наклонение, а как бы было, если бы Ватутин... Смотрите, да, но Ватутин же предлагал, и Хрущев его поддержал. Убедил бы, Ватутин бы убедил бы ставку Сталина, Жукова, что надо вот, так сказать, наступать все равно. Сомнения потом были же связаны еще и с тем, что, ну, хорошо, оборона. Но ведь в 1941-1942 году любые попытки наших войск встать в так называемую жесткую оборону, они заканчивались печально, да, то есть немцы, утыкаясь куда-то, они перегруппировали силы, меняли направление удара и прорывали, они прорывали. То есть здесь вот определенный риск, конечно, был, но надо отдать должное нашим генералам и ставке, что все-таки их план так или иначе сработал, и победа была одержана, да, нашей... Хорошо, понятно, но понятно, что были, как говорится, волнения и там, и там, сомнения. А для Гитлера, понимаете, сомнений нет. Обороняться или пытаться все-таки что-то сделать, перехватить инициативу, хотя бы не можем везде наступать, но хотя бы собрать силы. Другое дело, что, понимаете, ошибка Гитлера, вот я так думаю, ошибка его, она была связана с упованием на то, что вот эта современная техника, эти тигры, которые он... Пантеры. Пантеры. Вот они, когда убедились, что их новая техника, она имеет явное преимущество относительно советских, скажем, танков, танковых войск или САУ, да, у них появляется некое техническое превосходство вновь. Я, Александр, но ведь это было действительно так. У них расчет. Броня в два раза толще, чем у Т-34. Это так, но Гитлер перенес начало операции на месяц. И получалось, что советское командование же, зная о его планах, тоже готовилось. Слушай, мы об этом тоже поговорим. И наши использовали очень эффективно этот месяц. Конечно. Скажите мне еще, Илья Александрович, развеем мифы. В последнее время историки, ваши коллеги и на Западе, и в России говорят о том, что все-таки, как это ни парадоксально, погода сыграла на нашей стороне, потому что именно в начале Курской битвы вдруг пошли дожди. Если учесть, что Т-34 это легкий танк все-таки, а Тигры и Пантеры это были тяжелые танки, они начали увязать в этой земле. Да, они начали увязать. Как Подмосковье. Да, как Подмосковье. Да нет, ну, понимаете, это же все... Я посмотрел гидрометцентр. Кстати, действительно, именно в это время были дожди. Хорошо, ну дожди. Но не лучше ли вспомнить о количестве траншей, например, прорытых войсками Центрального и Воронежского фронта? Там посчитано около 9 тысяч километров земляных работ. И если вытянуть эту траншею от Москвы, она доходит аж до Берингового пролива. Если посмотреть этот километраж. А минные поля, которые были установлены на всех танкоопасных направлениях, и каждый населенный пункт был превращен в... Именно противотанковая же строилась оборона здесь, да? В мощный узел сопротивления. И главные потери немецкие танковые войска, они несли вот на минных полях. Они не могли их преодолеть. Они несли... А не от грязи. Ну да, я вообще спрашиваю, потому что, вы знаете... И дальше наша артиллерия их гвоздила со страшной силой. Понимаете, расход боеприпасов был чудовищный совершенно. Юрий Александрович, смотрите, нет-нет, вы отлично отвечаете. На грязь, но просто я... Я мне даже это вот, ну, не... Не хочется комментировать. Обидно просто становится сразу. Я специально спрашиваю вас, почему? Потому что мы должны расставить все точки на две. Да, опять про грязь. Но поехать дальше. Юрий Александрович, смотрите. Посмотрите, такая же лонированная подготовка. Минные поля. Почему тогда наших танков погибло в два раза больше, чем немецких? Ну, не погибло, лучше сказать, да? Ну, не погибло, да. Ну, там не в два, там даже хуже соотношение в нашу... Не в нашу пользу, да? Я всегда этому радуюсь, потому что я понимаю, что если бы не доблесть танковых войск, танкистов, если бы не вот это наше превосходство в танковых войсках, то, соответственно, были бы гораздо более серьезные потери в людях. Понимаете? Поэтому мы, когда переживаем, говорим, вот, советское командование бросало в бой... Ну, в принципе, это танки, да, не живые люди. Я согласен с вами. Да, танки, танки. Так отлично, потому что под Москвой подольские курсанты телами, понимаете, застилали. Это раз. Ну, а почему? Ну, в первую очередь, потому что основную причину историки видят, вот в данном случае, именно в том, что летом сложилось очень техническое, неудачное отставание наших войск, они не успели перевооружиться. И наши Су-76 или Т-34-76, потом же, вот как раз после этого, и по итогам Курской битвы, срочно стали устанавливать пушку уже 85-ти миллиметров. Сейчас об этом тоже поговорим, потому что у меня впереди еще несколько вопросов. Скажите мне, а почему в этой битве не участвовали наши тяжелые танки? КВ-2. КВ-2 участвовали. Участвовали, но их было немного. Ну, их, в принципе, было немного в тот период уже. Нет, ИС-3, это гораздо... Это только... Они вообще не участвовали в войне. Они только участвовали в параде... Извините, вот видите, да. ...в 45-м году, чтобы напугать англичан с американцами. Что у нас есть большие танки. ИС-2 и ИС просто, да? Ну да. Нет, КВ-2 участвовали, но их производство, в принципе, оно уже было таким, что говорить о каком-то, ну, серьезном нашем расчете на участие именно КВ или там Черчилль, например, Черчилль были тяжелые танки. Ну, Черчилль вообще там были тяжелые танки. Они тяжелые, просто у них вооружение слабее. Я не стал бы сводить, понимаете, наш разговор вот к этому сопоставлению видов техники. Нет, я объясню, почему нет. То, что все-таки решалось... Я понимаю. Но смотрите, вы же, как историк, наверное, знаете о том, что именно 5 июля 43-го года в Кремле, именно в этот день, когда началась Курская битва, в Кремле состоялось совещание Комитета обороны, где Сталин собрал всех конструкторов артиллерийской техники. И он говорил с ними о перспективах развития военной техники. Именно в этот день. Но самое интересное было не в этом. Именно в этот день был подписан указ о том, чтобы снять Молотова с поста, наблюдающим, ну, я не знаю, как точно сказать, наблюдающим за строительством наших танков. И на его место встал Берия. Вы не знали об этом? Нет, я просто не знаю, как это прокомментировать. Нет, я просто к тому, что просто тут начинаются битвы, и в это время уже Сталин думает о будущем. Так проблема в том, что вот эти вещи, они же опыт, он постоянно, опыт войск, участвующих в боевых действиях, он накапливается постепенно и обобщается. И это было уже осознанно, необходимость некоего перевооружения, она была осознана уже в начале 43-го года, когда отбили сначала Харьков, потом пришлось его обратно сдать, потому что Манштейн нанес контрудар. Да, и усиление наших войск, в том числе бронетанковых, это все витало в воздухе. И, ну, Курская битва дала еще одно подтверждение, и большой материал. Просто это же легко понять, но трудно сделать. Ну да, я про это говорю. Ну хорошо, вернемся опять к началу Курской битвы. Безусловно, что... Мы так до конца не дойдем, уже время. Дойдем, да. Слушай, мы все успеем, вы не волнуйтесь. Ну, потому что это интересно. Потому что оказывается, что Курская битва, это одна из многих битв, когда у Сталина еще до начала всех битв лежал абсолютно четкий, точный план немецкого командования о том, как она будет происходить. Да, это тоже в нашу пользу, безусловно. Вот знаете, иногда, если говорить о мифах, да, мы начали о мифах, я думаю, какие мифы о Курске? Ну вот, в первую очередь, у нас такая есть мифология, давнишняя причем, связанная с тем, что Курская вот эта оборонительная операция, она представляется как некий образец. Вот надо бы всегда так было. Разведчики работают. Оборону строить. Разведчики работают. Поля минные устанавливаются. Траншеи, так сказать, роются. Да, да, да. Войска нагоняются там, да, в огромной плотности. Но проблема в том, что это вот именно сложилась уникальная ситуация. Гитлер дал нам эту возможность, да, построить эту оборону. И абсолютизировать ее значение, перекладывать ее там на 41-й год, например, и говорить, вот надо было так обороняться. Невозможно было так обороняться. Ни в 41-м, ни в 42-м году. Для этого нужно было, ну вот, например, по крайней мере, вот это. Знать точно о направлениях ударов немецких группировок. А здесь уже весной, уже весной вот этот замысел, там в апреле Гитлера, 15 апреля Гитлера эту директиву сформулировала, уже из Лондона пришла информация благодаря нашей кембриджской пятерке. Дальше она была подтверждена из Швейцарии вот этой резидентурой. Ну, который работал там резидент, который работал на всех. Да, там был рёслер такой, он работал на швейцарскую разведку, непонятно, на всех работал. Ну, в общем, работал, молодец. Но через него тоже пришло, знаменитый человек, кстати. Слушай, а что это за история была с мальчиком Алешей? Не знаю. Вы знаете, в чем дело? Совсем недавно я прочитал интересную статью о том, что был мальчик Алеша, который, между прочим, говорят, до сих пор жив. Он теперь священник. Что он, находясь на оккупированной территории, шел по дороге, мимо проезжал немецкий автомобиль, из него выпал планшет. Он его открыл, достал. Мы хотели сейчас позвонить даже дочке маршала Рокоссовского, которая недавно встречалась с ним. И он нашел планшет, в котором были карты и план нападения. Он отдал это красноармейцу, который находился в плену и там ухаживал за лошадьми. Тот перешел через линию фронта, и эта карта оказалась в ставке. Я верю в эту историю. Но, правда, так сказать, не уверен сейчас, что я об этом слышал или читал. Но я верю, поскольку у нас действительно все это подчеркивают, мемуаристы. Вот было понятно, что Гитлер попытается срезать курский выступ. Созданы вот эти группировки, вплоть до того, что наша авиаразведка. Но у нас же там еще и радиоразведка была, понимаете? Тут абсолютизировать одно нельзя. Там можно вспомнить, что уникальные совершенно... Нет, ну просто, да, вот так сошлись, как говорится. Накоплен опыт уже в этот момент радиоразведки. И уже просто перехватили, уже накануне наступления, наши по радио перехватили директиву Гитлера и расшифровали. Потому что сообразили, что в конце должна быть подпись Гитлер, да? То есть они поняли, что это передает точка, да? Самые высшие инстанции их, они по волнам, они же там анализировали почерк у этих радистов. Поняли, что дальше, наверное, под этим документом подпись Гитлера. И в итоге расшифровали приказ Гитлера на операцию «Цитадель». Там много и вообще интересных сюжетов, интересных подробностей, о которых очень мало мы по большому счету знаем. Потому что люди, кто пишут, например, про разведку, да? Ну, это же не массовый такой продукт, да? То есть надо найти, надо прочитать. Многие люди не раскрывают там своих источников информации. Но, очевидно, мы знали. А, соответственно, можно было нашему командованию спланировать вот эту стратегическую оборону, как они ее называют, и на танкоопасных направлениях поставить превосходящие, подчеркиваю, по численности советские группировки. Потому что у нас преимущество было, понимаете, если добавить еще Степной фронт, так мы обычно называем 900 тысяч, например, человек против 1,3 миллиона у наших, да? Но Степной фронт в тылу стоял за двумя нашими, Ватутиным и Рокоссовским, а это еще больше полумиллиона человек. И уже, мы знаем, 9 июля пришлось задействовать часть этих сил, в частности, для контрудара под Прохоровкой, да? Да, но это самая главная битва, да. Ввести в бой, это... То есть у нас было значительное превосходство, количество. Но, к сожалению, вот я подчеркиваю, если брать техническую сторону, и действия авиации, если брать, то видно, что наши потери, они превышают немецкие и самолетовские. Хорошо, и теперь вернемся уже непосредственно к самой Курской битве, к ее началу. То есть мы все подходили, да. Сначала, 5 июля началась операция «Цитадель», а мы говорим «Курская битва», да? Ну да, «Цитадель», да, мы говорим «Курская битва», потому что это наша битва. А у фашистов была «Цитадель». Прежде всего потому, что немецкая операция «Цитадель» провалилась, и наши пошли в наступление, которое немцами никак не было спланировано. Вы помните эту историю, когда Сталин, согласившись, что мы все-таки находимся пока в обороне, и только потом переходим к контр-наступлению, сказал, говорят, да, пусть это будет оборонительная операция, но начало этой операции, когда она будет, будем решать мы. Но имеется в виду контр-подготовка артиллерийская. Да, и в том числе и провокация, провоцирование нашего первого огня артиллерийского в начале Курской битвы. Ну, плохо-плохо, провоцирование. Там речь идет о чем? Что когда стало понятно даже время наступления, да, а Гитлер перенес там с 3 часов 30, он на 3 часа ночи перенес в последний момент, так нас же даже это узнали. И в итоге было решено, идея была в штабах выработана, а давайте мы еще превентивно саданем, они будут выдвигаться на позиции ночью, а мы артиллерии превентивно попробуем накрыть уже ночью их в возможных местах накопления сил. В балках там, о врагах, лесах. Но, к сожалению, поскольку точно понять, где, собственно, стрельба велась в основном по площадям, поэтому ни наши генералы, ни историки сегодня, они так и не пришли к однозначному решению. Ну да, насколько с пользой эти боеприпасы были растрачены, да, но, тем не менее, ну а что, попробовать надо было, это же, в конечном счете, должно было помешать врагу. А главное, это психологически означало для немецкого солдата, что русские-то, оказывается, все знают, а немецкий солдат, идя в атаку, он понимал, что его уже ждут, и никакой внезапности не будет. То есть это морально сразу и для немецких офицеров, для всех означало, что им придется идти на очень подготовленную оборону. Юрий Александрович, сейчас нескуда прервемся. Дело в том, что у нас на связи научный сотрудник Пануровского историко-мемориального музея, это северная часть Курска-Дуги, где шли самые ожесточенные бои, Олег Сергеевич Будников. Здравствуйте, Олег Сергеевич. Здравствуйте. Олег Сергеевич, рад вас слышать. Скажите, пожалуйста, когда 5 июля началась Курская битва, насколько продвинулись немецкие войска группы «Центр» и группы «Юг» в сторону друг друга? И где они застряли? Первый день сражения, это, конечно, наверное, один из самых кровопролитных дней в ходе всей Курской битвы, просто потому, что немцам пришлось взламывать хорошо организованную советскую оборону. И надо сказать, что первый удар немцев и для советской стороны, он стал по своей силе неприятным сюрпризом. Все то, что строили наши войска так или иначе в течение трех месяцев, немцы проходят первую полосу обороны, имею в виду. Это было пройдено буквально за первый день наступления. Понятно, что были еще вторая, третья, половые полосы обороны, но вот именно то, что пробили немцы первую полосу обороны, прошли 6-8 километров на северном фасе Курской дуги в первый день, это было неожиданностью. И неприятной неожиданностью для нашего командования. Олег Сергеевич, ну а что было дальше? Дальше советскому командованию приходилось как-то реагировать на изменившуюся обстановку. Если брать северный фас Курской дуги, то проблема была в том, что вторая и третья полосы обороны были неравномерно заняты советскими резервами. И если в Панеровском направлении здесь были два гвардейских стрелковых корпуса, это 6 стрелковых дивизий, хорошо подготовленные, имеющие большой боевой опыт и при этом довольно полнокровные, то вот на Ольховатском направлении, это от Панерик запада примерно 20 километров, вот там уже выезд, особенно пехоты и артиллерии, не доставало. И 6 июля это контрудар советских танковых корпусов. Они первыми успели вот этой вот нагревающей брешью... Ну да, переходить инициативу. Да, даже не перехватить инициативу, навязать немцам бойное истощение и при этом сзади, вот возле Ольховатки, разворачивать пехоты и артиллерии. То, чем вот 5-6 июля было ознаменовано перебросками резервов. А 6 июля это окапывание. Еще один вопрос. Скажите, это правда, что кроме тигров, пантер, фердинандов, которые использовала немецкие войска, немецкие войска, они использовали еще и трофейные наши Т-34 и самоходные установки? Ну, на северном фасе Курской Доги, по крайней мере, вот какого-то именно массового их применения не обнаружено. Ну, отдельные экземпляры вполне может быть. Если говорить о каких-то подразделениях, укомплектованных нашими танками, то мне, например, такая информация не попадалась. Возможно, такое и было, но, еще раз говорю, это не было именно массовым, по крайней мере, по первым днём сражения. Возвращаясь к... ну, не возвращаясь, а говоря уже о самом главном танковом сражении, это под Прохоровкой. Скажите, а насколько эффективно, насколько нужно было это, сталкивать две танковые армии лоб в лоб? Скажем так, когда мы рассуждаем сегодня с позитой после знания, нам кажется, это, наверное, неэффективным и ненужным. Дело в том, что на тот момент фактически вот вся та долговременная система обороны, которая выстраивалась войсками Воронежского фронта в течение нескольких месяцев, она к 12 июля, к 11 и 12 июля она была немцами прорвана, она была пройдена. И вопрос был в том, а куда дальше двинутся немецкие войска? Если они подтянут, резервы подтянут, горючие подтянут, артиллерию, что будет дальше? Отдавать противнику инициативу было решением очень и очень сомнительным. Поэтому командование на тот момент приняло решение нанести контрудар. Его результаты мы сегодня, да, имеем возможность оценить. Они, наверное, были не блестящими и не впечатляющими, но вот в тот момент времени это было нужно. И только под Прохоровкой шли бои. Наши войска начинали бои, наносить контрудары и на других направлениях. Поэтому, конечно же, сгравать эту группировку было нужно. Олег Сергеевич, безусловно, нельзя вспомнить и о воздушных силах, о самолетах. Говоря о самолетах, тут, наверное, надо сказать, на северном фасе Курской дуги была 16-я воздушная армия. Проблема данного объединения заключалась в том, что там было очень мало пилотов, прошедших крупное воздушное сражение в небе над Кубанью. И, естественно, многие пилоты, которые только-только пришли из учебных заведений, не имевшие боевого опыта, не имевшие хорошей подготовки, летной, тактической подготовки, они, конечно же, попали под удар довольно хорошо подготовленных немецких летчиков. Как известно, немцы фактически весь Восточный фронт в плане авиации оголили и две трети своих военно-воздушных сил, так или иначе, использовали в ходе реализации насыпления катабель. И поэтому, конечно же, это было большой проблемой. Наши летчики несли очень большие потери. Я сейчас об этом спрашиваю, Олег Сергеевич. Очень часто в последнее время говорят о том, что ценой неимоверных усилий, огромного количества человеческих жертв, мы заслужили эту победу. Насколько это действительно так? Здесь говорить очень тяжело. Наш народ заплатил, наверное, ту цену, которую с него спросили. Была бы возможность заплатить меньшую цену, ее бы с удовольствием заплатили меньше. Народ сплотился в ходе этой войны. Народ старался изо всех сил противостоять противнику. В воздухе, на земле, на воде. Как получалось, как умели. Мы, если чуть отвлечься от самой Курской битвы, мы забываем одну простую деталь. В 1939 году численность советских вооруженных сил всех вместе была меньше 2 миллионов человек, чуть больше 1 миллиона. С этой армией не то что заступать, долгом оборонять собственную страну было невозможно. В 1941-м это были уже 5 миллионов человек. И, естественно, они не могли быть за короткий слог обучены, всем необходимым снабжены, но они были снабжены и их старались обучить. Мы просто немножко не успели. И народ, да, народ сражался как мог, как умел, как это понимал. У нас было много ветеранов в 1941 году, ветеранов Первой мировой, ветеранов Гражданской войны. Да. Они, да, они, вот это были, вот 41-й, 42-й, это то поколение, старшее поколение, которое встало на защиту Отечества. А вот по нашим документам, хорошо прослеживайте по воспоминаниям тех вот людей, которые участвовали в сражении на Курской дуге. Они говорили, 43-й год, это первый год, когда пришли в армию призывники, поголовно имевшие среднее образование. И армия сразу становится другой, просто качественно она становится другой. И это люди очень хорошо заметили, потому что в середине 30-х действительно было введено поголовное обязательное среднее образование. Это тоже играло свою роль. Ну, то есть факторов было очень много, переломов в ходе этой войны и нашей победы в итоге. Здесь трудно выделить что-то одно. Олег Сергеевич, и напоследок, скажите мне, пожалуйста, вот сейчас вы работаете, научный сотрудник этого замечательного мемориального музея. Приходят люди и приходит молодежь. Ну, вы, наверное, хотите узнать, с каким она настроем приходит. Да. Молодежь, она приходит с непониманием того, что все-таки такая война. Та война, большая и тяжелая война для нашего народа, она подарила нам несколько поколений людей, которые собственными глазами войн не видели. Мы видели локальные конфликты, мы видели войну по телевизору. Вот то поколение, она подарила нам мир без войны, без большой войны. И вот детям сегодня мы стараемся, буквально вот за там 3-4 часа наших экскурсий, нашего общения с ними, мы пытаемся им объяснить, что война, это было страшно. Война, это было тяжело. И война, это было необходимо. Большинство ребят в итоге все-таки понимают, что такое была война для нашего народа, что это было за огромное, тяжелое время для всей нашей государственности. Они понимают это. Есть те, кому просто нужно чуть больше времени для осознания всего этого. То есть война, это то явление, которое они еще могут спросить у своих родителей, у своих дедов, и те им могут пояснить какие-то непонятные моменты. Ну и вы в том числе. Спасибо вам большое, Олег Сергеевич. Потому что иногда, к сожалению, для современного поколения война, это игра танчики. Но это совсем уже другая история. Друзья, это был Олег Сергеевич Будников, научно-сотрудник Пануровского историко-муниверального музея, его северной части, Курской дуге. Еще раз спасибо большое ему. Ну а возвращаемся к нашим экспертам, то историк, член ученого совета Музея Победы, доцент Московского педагогического государственного университета Юрий Александрович Никифоров. Ну вот так. Вы знаете, вот удивительно, когда человек говорит из тех мест, есть полное ощущение просто картины. А мы не могли продолжать втроем? Могли, конечно. Олег Сергеевич говорил, как специалист высшей вообще квалификации. Да, нет, конечно, могли. Не могли его оставить? Могли, но просто, ну, все-таки, когда человек сидит в студии, когда мы видим глаза друг друга, это гораздо... Ну, пользуясь этим преимуществом, я бы, знаете, продолжил вот в каком смысле эту тему. Мы, конечно, здорово, да, поговорили, или вернее так, Олег Сергеевич нам объяснил, да, по поводу армии, ее развертывание накануне войны. Вот, но, и тем не менее, получается все время, мы когда начинаем, мы начинаем как будто стесняться, да, своей армии, того, как она воевала в Курской битве или вообще в Великой Отечественной войне. И образ вообще героического красноармейца, который стоит, так сказать, насмерть в панырях там или под Прохоровкой, вытесняет, по сути, другое. Но ведь наши же, в конечном итоге, покрошили немецкие... Конечно, мы же всех победили. Да, кто-то же уложил в землю 4 миллиона немецких солдат. И я вот, знаете, принес журнал, я думаю, вы мне разрешите 2 минуты. Юрий Александрович, вы знаете что, мы сейчас на одну секунду прервемся, прямо на одну секунду. А, хорошо, хорошо, да. Я еще раз запомню, друзья, что мы говорим о Курской битве, именно сегодня, в эти дни, мы отмечаем 75 лет этой, ну, как сказать, замечательной этой битве. Если у вас есть вопросы, мы спросим в WhatsApp и Viber 8925-222-9992. На секунду прервемся и продолжим, узнаем, может быть, самое главное о Курской битве. Мы продолжаем наш разговор о Курской битве, которая 75 лет назад началась. На полном студии находится Юрий Александрович Никифоров, историк, член ученого Совета Музея Победы, доцент Московского педагогического государства университета. Мы открываем новые тайны, мы развеиваем мифы. Что вы хотели сказать, Юрий Александрович? Я хотел процитировать уникальный, совершенно интереснейший документ и обратить внимание наших слушателей на то, что вообще это разные вещи. Да, вот то, что исходит непосредственно из времен самой войны и потом воспоминания, там, изданные тем же самым человеком в 85-м году. Другой язык, другой разговор. И о многих вещах ведь наши ветераны, они так нам забыли, как бы неудобно было сообщить. О чем идет речь? Вот во время Великой Отечественной войны, об этом мало кто знает, академия наук, историки академии наук, они проводили большую работу, так называемой комиссии Минца, выезжали на фронты и старались взять такое горячее интервью, причем это же стенограмма, разговор с каким-нибудь героем, раненым в госпитале, тем, кто недавно получил орден, спрашивали его, и стенограммы эти сохранились в архиве Института Российской Истории РАН, и они совсем недавно, их не, как сказать, не очень удобно читать, потому что это не литературная обработка, когда это стенограммы, да, воспоминания пишутся. И просто вот, чтобы понимать, что я хотел сказать в самом начале, я процитирую. Стенограмма беседы с гвардией старшиной Артемьевым Александром Семеновичем, механиком-водителем 58-й гвардейской танковой бригады 8-го танкового корпуса. И они сражались как раз в Прохоровском сражении, а потом пошли в наступление. И бесхитерный рассказ человека, которого вот взяли, так сказать, тепленьким. Что он сказал? Послушайте его речь. В Лучках мы были во втором эшелоне. Мне сказал порторг батальона «Механик, вперед!» Мы пошли. Там мы по траншеям человек 50 подавили. Когда пошли на полный ход, немцы, увидев нас, бросились из своих траншей бежать. Причем бегут навстречу нам и, не добегая, еще поднимают руки. Бери, мол, в плен. А я думаю, что я буду вылезать из машины? Они тогда стараются подлезть под машину, думают, высоко, как-нибудь спрячутся. Ну, а я танк поверну, и они печеные оттуда выскакивают. Только бери. Дальше нам было приказано продвинуться 4 километра и взять станцию Тетеревина. И так далее, и так далее. И завершает он, опять похвалуя своему танку, под журавлиным лесом нам приказали часов в 5 вечера идти в атаку. Мне задачу не всю рассказали. Одну пушку я раздавил, человек 25 фрицев тоже раздавил. Когда я доехал до леса, фрица давай бежать. Ну, куда они могли убежать? Каждого, конечно, не раздавишь. Другой сидит и думает, не увидит. Ну, а твое дело. Т-34 глазом не успеешь моргнуть, как поворачивается. Понимаете, человек потом не рассказывал, как это было. Но мне все время хочется сказать, мы все время начинаем критиковать, критиковать. Изображаем немцев такими псами войны. Вот они профессионалы. Они вот один может 10 русских положить. На самом деле это не так. И наши, так сказать, наши-то Рэмбо, да, говоря голливудским языком. Они, соответственно, крошили и профессионалы войны. Они крошили эти немецкие танковые дивизии и уменьшать, как-то принижать, стесняться. Ну, по-человечески хочется застесняться. Сказать, мой дедушка был простым. Но почитайте наградные листы на них, которые выложило Министерство обороны. Кому за что давали медаль и орден. И становится не по себе. Вот правильно совершенно Олег Сергеевич говорил. Это очень тяжелая тема войны. И ее еще молодежи, конечно, правильно надо подать, чтобы наши предки выглядели достойно во всех отношениях. И при этом не превратить их вот в таких вот... Ну, я не могу слов в данном случае подобрать правильных. Но вы, наверное, поняли. Я понимаю, о чем вы говорите. Смотрите, Юрий Александрович, еще одна история, которая меня волнует. Это была опять битва за Донбасс. Ну, это следующий уже этап нашего контрнаступления. И смотрите, нет, если говорить просто о геополитических моментах. Освобождение Харькова. Только началась Курская битва. Что сделали англичане тут же? Они тут же высадились в Сицилию. Главное, если брать геополитический вот этот аспект Курской битвы, то, конечно, первое, на что надо указать, это конференция в Квебеке, которая проходила встреча Рузвельта и Черчилля, да? Которая проходила на завершающем этапе. Уже это началось, я не помню, там, в конце уже 17-го, что ли, августа или 18-го августа. То есть Курская битва у нас 23-го заканчивается. Как раз вот с 17-го, по-моему, по 24-го августа у них были... И именно там они, уже осознав и поняв, к чему катится дело, решили, что пора высаживаться во Франции. Иначе мы можем вообще не успеть. И Сталин сейчас погонит Гитлера до Берлина без нас. А как же послевоенный порядок в Европе? Потом они в Тагеране еще ломали комедию. Когда Сталин сказал, говорит, знаете, что говорят? У нас есть гораздо более важные дела. Да, они еще ломали комедию, потому что Черчилль все-таки сопротивлялся дольше, чем Рузвельт. Но, тем не менее, мы понимаем, что Курская битва оказала на них решающее воздействие, определяющее с точки зрения их понимания, что пора готовиться и реально высаживаться во Франции. Иначе освобождение Франции пройдет тоже войсками Красной Армии. Курская битва, она в геополитическом плане имела колоссальное значение. Потому что она повернула, окончательно повернула. И сами немцы, понимаете, они тоже для них это было. Они еще, мы вначале говорили, реванш за Сталинград. Да, реванш за Сталинград, надо. Вот эта идея там в каких-то головах у них сидела. Давайте вот сейчас покажем. Как только они поняли, что цитадель провалена, и русские начали под Орлом наступление 12-го, оно началось 12-го июля. Мы обычно Прохоровку вспоминаем, хотя правильно нам намекнули, что вообще-то контрнаступление в районе Орла похоронило план цитадель. Вот оно началось, и все сразу стало понятно. Все, Гитлеру и его генералам стало понятно. Не получится ничего. И вот, о чем я вообще? Нет, вы говорили о том, что за Сталинград на Крыму. Я говорю, что для немцев это было окончательно понятно, что война проиграна. Не могут они любому офицеру, генералу стало понятно. Все, нужно теперь только надеяться на какое-то чудо, чудесное спасение. А какое? Ну, то, что удастся удрать потом в Аргентину, или Сталин все-таки жалится. Я не знаю, на что у них была надежда. Но вообще генералы в итоге подошли к идее, что надо переворот устроить, свергнуть Гитлера и попробовать замириться с западными союзниками. По крайней мере, хотя бы с ними. Да, замириться на каких-то почетных условиях, потому что с Гитлером они не хотят идти на переговоры, на мир. Это вылилось потом в 1944 году в заговор штаба Фенберга. Но они уже здесь в 1943 году. Они все время же заговоры пытались плести. А ради чего? Ради поиска выхода из ситуации, которую создала в том числе Курская битва. Смотрите, получается, что Курская битва это действительно поворотный момент в этой войне. Ну, мне, например, не очень нравится, что у нас все-таки о Курской битве, у нас не так много, на самом деле, в коллективной памяти, у нас не так много ярких символов. И когда музей сейчас стоит на Прохоровском поле, А дальше историки приходят, специалисты, и говорят, ну, вообще-то, вот здесь Соборовское поле, там, да, на Северном фасе. Там сражение было масштабное и сопоставимое, да. Вообще-то, вот, контрудар Ротмистрова не привел к разгрому второго танкового корпуса СС. Вы вот чего-то вот гордитесь чем-то не тем. А у нас Прохоровка, она как символ всей Курской битвы. У нас же указ президента России, что музей на Прохоровском поле это музей память всем героям Курской битвы, да. И получается, легко так вот плюнуть в Прохоровское сражение и дискредитировать сразу. Ну, не дискредитировать, конечно. Ну, как-то, я не знаю, проблематизировать весь символ. Нужны еще дополнительные яркие символы и победы в Курской битве, и героизма наших войск. Другие имена, больше этих имен, этих героев. Еще, вы знаете, Юрий Александрович, я все время вот в данном случае очень поддерживаю Олега Сергеевича, который был у нас на связи. Вот война. Иногда говорят, а что воевать? Что воевали? А тут недавно я прочитал план Гитлера о том, как разделить. Я был потрясен документально подтвержденные факты, как собирались расчленить нашу страну. Эти пять областей, переименовать города, всех загнать за Урал, выжженные пустыни. И я читаю и понимаю, что это все могло быть. Ну да. Еще античные мыслители сформулировали. Мы погибли бы, если бы не погибали. Да, так лаконично, но смысл-то именно этот. Если бы кто-то не согласился бы стоять насмерть под Прохоровкой или на Соборовском поле, вся страна бы погибла. Но мы это знаем, это неявно нам досталось от предков это понимание. И сейчас, конечно, вот Олег Сергеевич прав был, что задача все-таки, как молодежи, не знающие лишений, голода, войны, сидящие в своих компьютерных играх, как им объяснить, что такое вообще борьба за жизнь, что значит бороться за себя самого, за спасение своей семьи и дальше страны, государства. Если они, в принципе, не борются ни за что, даже за оценки, за пятерки в школе. Вот сложно, конечно, сейчас с этим, но надо работать и делать что-то. Мы с вами делаем, благодаря вам, например, вашей замечательной программе, очень много, я думаю, людей вдруг по-новому взглянут на события, которые вроде бы исторические, да? Которые вроде бы как-то уже, кажется, ты все... Да, не все однозначно. Кажется, ты понимаешь, а на самом деле все глубже, интереснее и заслуживает более пристального, специального какого-то рассмотрения. Захочется полазить, может быть, еще дополнительно по книгам. Так что вам большое спасибо за то, что пригласили и за программу сегодняшнюю. Это вам спасибо. Друзья, напомню, в студии находился Юрий Александрович Никифоров. Это историк, член ученого Совета Музея Победы, доцент Московского государственного педагогического университета. Мы говорили о Курской битве. И знаете, Юрий Александрович, вот я всегда говорю, всегда приятно, когда ты понимаешь, что ты не зря сидишь в эфире, о чем ты говоришь. Когда просто люди пишут, например, Ирина Стопсова говорит, спасибо за то, что не забываете про Прохоровку. Спасибо специалистам, историкам, ведущему. И ты понимаешь, сегодня день прожит не зря. Спасибо всем тем, кто нас слушал. Друзья, на этом мы сейчас на секунду прервемся. Отдохните, послушайте новости. Ну, а потом сразу после новостей вспомним, что пролетело в 1908 году над головами россиян, что это был Затунгусский метеорит. И давайте все-таки поставим раз и навсегда точку на «Д». Это был комета, астероид, метеорит. А может быть, просто это все привиделось нам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok